Не готовы прислушаться к обеспокоенности России. Так в Кремле отреагировали на исторический визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Менее сдержанные реакции на встречу с президентом Байденом продемонстрировали в российском миде и на пропагандистских телеканалах. Видимо действовали по принципу, что Зеленский их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей страны. Ребят, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. Первое, о чем очередной раз говорили скептики и не только среди россиян, что, мол, американцы могут перестать помогать украинцам в любой момент. Соединенные Штаты помогли Украине в войне с агрессором более чем на 65 миллиардов долларов. Украинскую делегацию принимали продолжительными овациями. Тема визита Владимира Зеленского стала самой популярной в Твиттере. Американские журналисты и вовсе сравнивают речь Зеленского в Конгрессе с речью Черчилля во время Второй мировой. Сотрудничество Вашингтон-Киев, уровень поддержки Украины народом США показывают, что все инсинуации о непрочном партнерстве ложь, говорят эксперты. В первую очередь, стратегия любой страны опирается на ее интересы. И если мы сможем доказать американцам, что в их интересах широкая помощь Украине и абсолютное поражение России, тогда продолжится помощь на наивысшем уровне. Тезис, набирающий популярность среди сторонников 45-го президента США, трампистов, мол, все деньги утекают в карманы президентской команды Зеленского. Именно своей встречей лидеры хотели показать и украинцам, и американцам, и другим союзникам, что США контролируют помощь и будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, потому что это борьба за мировой порядок и ценности. Ваши деньги – не благотворительность, это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся крайне ответственно. Есть соответствующая система трекинга, то есть отслеживания, где, как, что, оно, где находится. У нас есть уже временные следственные комиссии, которые следят за вопросами поставки вооружения. Плюс приезжают к нам разные делегации от Конгресса Соединенных Штатов Америки, которым все прекрасно тоже показывается и так далее. Плюс обмен разведданными. То есть здесь нет никакой абсолютно возможности для того, чтобы где-то что-то там прикарманить. Скептики нашлись и среди представителей Республиканской партии. Владимир Зеленский во время брифинга и выступления в Конгрессе акцентировал внимание на необходимости продолжения двухпартийной поддержки. Никто не требует, чтобы республиканцы сделали помощь Киеву своей первоначальной задачей, говорят эксперты. Но Киеву нужно, чтобы эта тема была в повестке партии. Что касается трампистов и реакции разных радикальных республиканцев, то они пытаются получить дополнительную медийность, в том числе и с помощью Украины. Истеблишмент США поддерживает Украину, считая помощь Украине неотъемлемой частью внешней политики. Именно эта мысль доминирует среди основных партийцев обеих политических сил. Параллельно с любыми обсуждениями партнер Украины продолжает действовать. Так, Сенат США планирует выделить Киеву почти 45 миллиардов долларов из правительственного бюджета, новый пакет военной помощи на почти 2 миллиарда и еще 370 миллионов долларов гуманитарной помощи. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.